Добрый вечер! Добрый вечер! Все хорошо. Есть проблемы какие-то? Не должно быть проблемы приятные. Но мы сегодня будем говорить о проблемах. Тема была задана на фоневрите. Мы не готовили какой-то семинар. Это буквально сегодня утром. Тема созрела. Мы просто будем обсуждать эту тему. Есть? Ну, я набрал материал. Из десятой жизни Шрима Бхагавата. Мы будем читать некоторые стихи, комментарии на тему сложности и преодоления. Как Шлакуппана сравнивает материал существования с болезнью. Одно из сравнений болезнь с другом. Другое из сравнений тюрьма. Что очень похоже. Много исходных аналогов существует между тем и другим. Болезнь в больнице означает, что мы здесь для исправления. И тюрьма тоже над исправлением, исцелением. И человек, он может бороться с болезнью сознательно, либо подневольно. И вот это будет называться по-разному. Это место, где мы находимся. Больница или тюрьма. Для преданных скорее это больница, тогда как для материалистов скорее тюрьма. Что это не больно, они служат Богу при помощи законов насилия, давления, требований, унижений. И больница, где человек сознательно принимает аскезу, диету, наставление от доктора, и таким образом он настреляется. Но болезнь означает прецизив, повтор. Непростая вещь. Он может вернуться. Так же, как если человек отсидел срок в тюрьме, это еще ничего не значит. Он может снова попасть в тюрьму. Здесь как возврат к старому. Почему? То, что мы испытываем на себе, что не так просто исцелиться от материальной болезни, от материальных вкусов, целей, желаний. И мы это с вами называем одним словом – анард. От каких-то бесполезных, вредоносных качеств внутри себя, которые препятствуют нашим духовным устремлениям. Анард. И сегодняшний запрос – это как мечта, как пожелание для многих из нас, как же все-таки достичь этого уровня помещения полного, полного. В этом смысле Махараджа Парикшит спрашивает Шухадеву Госвами о том же самом, как очиститься. Как можно, если что, очиститься быстрее всего или легче всего? Как, если человек кается в своих грехах, признается в своих преступлениях, ошибках, и принимает расплату за это, то, очистившись он снова, совершая грехи, и все-таки получается. Даже очистившись он снова может вернуться к тем же самым привычкам. Это напоминает, говорит Махараджа Парикшит, омовение слона. Он делает так же, он омывается очень тщательно, он любит омываться. Если вы посмотрите как, с каким удовольствием и наслаждением злон принимает омовение, со вкусом, он сдает звуки, он ложится, он течение реки ощущает, ему нравится все, он просто счастлив, и можно подумать, что он привязан к чистоте, но вы же боитесь. Выйдя на вере, он сразу же берет хоботом пыль, как можно больше, и обсыпает все свое дело. Все, омовение закончено. Поэтому Махараджа Парикшит спрашивает, напоминает, омовение слона. И зачем же шастры рекомендуют всякие различные процессы очищения, если после этого каждый человек снова возвращается к стаку. Или пропадает, например, больной печенью. Он говорит к врачу, врач говорит, диета. И диета нет, и у вас будут серьезные проблемы. Вы должны принять ограничения. И больной принимает ограничения очищения диеты. Но как только вы станете немножко лучше, он снова изучается от чувственного наслаждения. Цель очищения, собственно говоря, заключается в том, чтобы снова начать материальное существование. Ту причину осквернения трудно установить, устранить. Очень сложно устранить, потому что цель очищения для материалиста – это заново начать чувственное наслаждение. Вернуться к той же самой значительной причине страдания. Представьте, человек стоит в тюрьме, он уходит на свободу, но какова его цель? Он снова совершает преступление, чтобы снова вернуться в тюрьму. Ну и какой же смысл в этом наказание, в этом очищение, в этом покаянии, в этом вопросе? И вот тогда Шукадин Багастан раскрывает секрет. Вот если у кого-то есть такой вопрос, то Шукадин Багастан именно вот направляет ответ в эту сторону. Что же такое истинное очищение, подлинное очищение? Он раскрывает суть природного служения. Собственно, это то, что нас очень с вами интересует. В чем же заключается суть природного служения, суть этого очищения? Как наслаждаться с вами очиститься, чтобы снова не возвращаться никогда, ни к оскорблению, ни к каким-то ошибкам, и не повторять снова и снова то же самое, пережевывание и пережевывание? В этом вопросе. Или, в другом слове, анарт веневритии, то есть мы хотим чистое сердце, чтобы так было всегда, чтобы это стало нашей просто природой. И когда мы говорим о чистоте, то может быть относительно часто, что есть чистое и что не чистое. Даже в шастре даются разные наставления, как поддерживать чистоту. В зависимости от обстоятельств, которых мы находимся здесь. Если у вас есть речная вода, ганги – лучшее, самое чистое. Если вы идете в ганги – небесная вода. Греки смывают. Не просто какая-то баня. Греки смывают. Карма уходит. Лучшее мовение – ганга. Ну, а если вы сами живете где-нибудь в Сибири или Европе, там, где-то, где-то, что делать? Ну, тогда в другой реке какая есть у вас? Можете принять любовение. Думая, что это ганга. Ганга – чай ему на чай в матру произносится, и пусть ганга придет сюда, и мы в адрес. Можно там делать. А если у вас нет вообще речной воды, вы живете, и там у вас, скажем, озеро или пруд какой-то? Ну, иногда озеро бывает. Это хуже, но тоже мы видим. А если даже речной воды нет? Что да? Кто знает? У него сладится ни речной воды, ни озеро. Что делать? Жанна Апаха. Водопровод. Водопровод. Забыли, правда, так. Мы же всем пользуемся. Это еще хуже, но все-таки что может быть? Тем не менее, это хорошо. Нужно принимать мовение. А если нет в водопроводе воды? Проблема, конечно, вошла. Что делать? Шахтры дают много наставления. Как же поддерживать чистоту, если даже нет? Водопровода. Ни реки, ни озера, ни водопровода. Что же делать? Из колодца. Из колодца. Пылью можно быть. Песком. Знаете, вообще воды никакого нет? Вы живете в тустыне, в сахарах или каракуну выкинули. Просто песком выжить? Да, рекомендую. Мы были на джават, джават. Место, где жили с матерью от Карады. Недалеко от Антограммы. С бахти Бринда Гамина Маграды. И что-то мы там какой-то Махапрасат приняли. Но не было воды, чтобы помыть руки и рот. И все ходили и сказали, где вода, что делать. Только что при Махапрасат, руки не чистые. Ну, Гамина Маград взял пыль. А что вы посмотрите? Это самочистый пыль во Вселенной. Гамина Маград. Гамина Маград. Зачем вам вода? Вот берите пыль в эти. Вот такая точка зрения. То есть мы говорим, что в разных культурах чистота по-разному описывается. Согласно месту при нем обстоятельствах. Но когда мы говорим о духовной чистоте, то без Кришна мы не сможем понять, что такое Нарта. Вы понимаете? Это очень трудно. Всегда человеку будет казаться, что он уже очищен. Ну что, я разве грязный, что? О чем вы говорите? К любому человеку скажи, очищайся. Я чист. У меня все в порядке. Никто не думает, что он как-то оскорен. То есть у него есть свой стандарт, свой талон, который он придерживает. Как я позвонил самому школьному другу и сказал, пойдем гулять. Он говорит, пойдем, он через час приходи ко мне, через час я буду готов. Я должен сделать уборку, его родители заставили. Но через час я сделаю уборку и мы пойдем гулять. Я прихожу к нему и через час все берут дом в его квартире. Я говорю, а что же ты не сделал уборку? Я говорю, а кто же сделал уборку? Полный уборку. У каждого в своем уме есть свой порядок, свое представление, свой образ жизни. И человек говорит, это чисто. А на арта не в рите. Но когда мы приводим в общество сознания Кришны и соприкасаемся с трансцендентной литературой, с трансцендентными качествами Кришны, тогда мы начинаем понимать, что такое чисто. Кто? Кришна. Получаем этот образ чистого преданного. Тогда мы начинаем понимать, что же такое анартха не в рите, что же это чистота. Мы видим, что в материальном мире любое чистое место становится нечистым. Если вы постирали белье, дали себе сушиться, снимите вовремя. Если перевести долгое время, он будет нечистым. Снова турист, снова грязь. То есть оно не будет нечистым, не нечистым. Вечно долго не пользуются вещами, нечистые, не нечистые. Их нужно все равно очищать. Ну и грязными их тоже признать нельзя. Они как естественная среда. Вот эта естественная среда, она нечистая, не нечистая. В большей степени нейтральным образом. Но, но, когда описывается чистота духовная словом шутха, раппаны переводят по-другому. Не просто чистое место. Это будет чистое место, можно исквернение. Он переводит на другое слово. Антисептик. Он чистый. Но не так, что в арте вас лежит. Антисептик он очищает еще и все вокруг. Это крыша. Это солнце, оно чистое. И солнечный свет еще очищает и все вокруг. Любое нечистое место под сильными солнечными лучами очищается. Шутха — это чистота. То есть, для того, чтобы нам с вами осознать, что такое чистота, духовная чистота, нам нужен опыт, особый опыт. Каким образом мы можем обрести такой опыт? Общаясь с чистым вредом. Да, да. Как философский камень, он касается, железо, оно превращается в золото. И мы можем, ну, собственно, опытить, пережить это состояние. Трансформация из нечистого в чистый. Что же там? Из чистоты рождается божественность. Блаженство, счастье. То есть, чистота — это наша природа, это сестра божественности. То есть, а на арт-ханеврите этот уровень сопровождается сильным ощущением счастья внутри. Такой опыт. Такой опыт. При этом удивительно, что в гуннах материальной природы достичь этой чистоты трудно, потому что человеку кажется, это яд то, что происходит. Это яд. Каждый день делать омывание. Обычно человек не привык к этому. Любой ребенок не любит омываться. Он кричит, плачет, он напивается. И он заставляет омываться, чистить зубы, менять одежду. Ходить во время в туалет, после еды мыть руки или до еды мыть руки. Заставляет не склонен человека. Это яд. Такие правила предписания. Но если мы это делаем, то результат всегда радостный. Я все-таки помню. Не пожалею. Я все-таки сегодня встал на мангал и теперь не жалею. Я жалел, когда просыпался, конечно. До того, как проснулся, я сильно жалел вообще, что... Но когда я проснулся, и сходил, и вернулся, и теперь я горжусь этим, я еще других упрекаю, почему не понимать, но ладно. Где ваше искусство? Потому что я ведь обрел такое счастье, уверенность, силу посредством такого опыта. Это чистота. И Кришна, он самый уверенный, самый чистый, самый сильный. Чистота и сила сегодня. Чистота, счастье, доброта, влияние, тхарма. Много общего этих слова. Ну а сегодня мы кое-что почитаем из десятой песни Шива Бхагавата. Эта история связана с Индрой, который совершил оскорбление. Индра, он преданный Кришне, или Вишну. Все полубоги таковы. Они девы, деваты, суры, божественные натуры. Из божественной натуры демонического. Они все божественные натуры. Они все преданные. И что-то Кришне. Но Прабхагава говорит, не все они чистые преданные. Но они все божественные. Здесь разделяется божественный уровень, листсатвичный уровень и духовный уровень. Все же есть различия. Поэтому, ну как и мы тоже знаем, мы совершаем божественное служение с вами. Трансцендентная практика. Но все же у нас есть какие-то в этом недостатки. То есть наша божественность, она еще не может быть не трансцендентна. Можно назвать, что мы становимся добродетельными. У нас проявляются знания, какие-то хорошие привычки, навыки обретаем. Следуем правила предписания, дисциплинируем свой ум, работаем каждый день. Каждый день мы совершаем усилия, чтобы контролировать ум и чувства. Это божественная практика. Но не трансцендентная практика. Трансцендентная практика – это спонтанное любовное преданное служение. И полубоги не находятся на этом уровне. Ну, например, Индра, он говорит еще не на таком уровне спонтанного любовного преданного служения. Но это божественная натура, и он предан Кришне, конечно. Поэтому есть история о том, как Индра совершает ошибки в своей преданности, в своем преданном служении. И Кришна успокаивает преданного – не бойтесь ошибок, что я защищу от ошибок. Арджуна предупреждает перед битвой на Куркшате. Арджуне придется убивать, сражаться с учителями своими, со старшими, что полностью противоречит всей культуре вед. Знаете, в чем суть культуры вед? Если изучить все писания ведические на родомоне и формулируют в одном стихе. Вся суть, весь секрет развития заключается только в трех вещах. Слушать и служить старшим. Дружить с равными и быть милостивым к нашим. Все. Это все. И этот принцип применим и сейчас. Потому что это суть ведического страха. Все остальные принципы могут быть и применимы сейчас веками ведической культуры. Как скажем, отношения браги, отношения с властью, с деньгами, с важными и ашивами. Мы можем не знать, как это осуществить. Как принимать тысячу, как спать. Много есть тонкостей. Можем не знать. Но этот принцип, он работает всегда. Старше равны младше. Вся гармония, развитие заключается в этом. Человек с чистым сердцем, он спонтанно действует. Согласны к трех принципам. Не задумывать. Это его природа. Почитать Всевышнего, его преданного. Дружить с равными и благоволить младшим. Его природа — любовь. Так выражается в акте. Нарадаму не объясняет это Трою Махараджу. Вот, поскольку тот ребенок, он может не запомнить все эти священные писания, большие объемы, какие-то знания. Он выдает суть. Вот так нужно делать. Но Арджуна должен был сражаться со старшими, с учителем со своим. Вот полностью противоречит традиция. Верно. Нарушение серьезное. Грех большой. Убивать граммана или поднимать руки на учителя, на старшего. Голос даже порушать. Что? Что? А для этого существует. Это недопустимо. И Трою Махараджуна очень беспокоится, вступая в такую битву. Такой ценой мы боремся за это царство. Не лучше ли оставить эту битву? Не лучше ли смириться? Пусть дурет, когда он прокляет. А мы идем в лес. Какие проблемы? Нет. Нет. Но Кришна говорит. Нет. Все эти правильные предписания не являются чистыми. До конца. Потому что старшие могут свершать ошибки тоже. Как дрон начальник. И равные, может быть, враждебные настроения. Как же тогда следовать этому правилу истины? Как же это нарканеврить и как применить эту чистоту сердца, эту искренность? Если старшие уже порочные и равные не собираются дружить. И младших эксплуатируют, а они обманывают. Если все пронизано завистью, что же делать? Поэтому Кришна говорит. Ман-манат-хау-ман-пакто. Обо мне думай. Аджут. Ты на том думаешь? Ты думаешь? Они чисты. И считают, что это чисты. Они заслужили снять эти старшие все эти колокольчики. Потому что совершали ошибки средств. Ты же, поскольку мой преданный. Аган-тван, сама победа. Я тебя защищу от этих самых ошибок, которые ты собираешься. Я боюсь, что совершил. Поэтому очень трудно понять, что же такое чистое сердце без Кришны. И более того, описывается качество Кришны, с которым мы сравниваем самого себя. Ведь мы же качественно должны подобиться Ему. Аган-тван, неврите, означает, что премия становится такой же, как и Кришна. Тот, что это. Качественно. Но никогда не претендует на количественное. На количественное равенство. Поскольку пакты – это великое измерение. Это любовь. Он ценит величие Кришны. Подчеркивает Его. Он никогда не хочет стать на Его место или на один уровень с Ним. И тем не менее, Кришна принимает Его как равного Себе, качественно. И наделяет любыми полномочиями. Поскольку Он очень дорог в Нем, говорит. Он вечно живет со мной. Он разделяет все мои богатства, все мои достояния. Так же, все мое, все Его. Может пользоваться теми же самыми достояниями. Старшите, сороки, солоки. Пожалуйста, любые. Такую же форму можно иметь, как и Я. Такие же богатства иметь, как и Я. На такой же планете в таких условиях жить, как и Я. Жить в вечности, блаженстве и знаниях. Таким образом, без Кришна очень трудно понять этот уровень анарпии. Сама по себе чистота, она не имеет большой ценности. Поскольку, мы сказали, все чисто становится нечистое. С течением времени просто, из-за вращения гун, природы. Если мы в какой-то момент времени с вами поднялись до саттва гуны, это не означает, что мы навечно зафиксировались в этом уровне. Потому что в материальном мире это тоже временное положение. Если даже мы очень хорошо устроены, и уже нет никаких желаний, никаких ничего менять, нам все уже не позволит оставаться долго в этом положении. Все равно ты изменился. Гунны вращаются. И здесь глава называется «Индрой Сурабхи возносит молитвы». Ведь Индра совершил оскорбление. И таким образом, совершив оскорбление, Индра обнаружил в себе недостатки таким путем. С нами такое случается, что мы не замечаем всех недостатков, пока не совершим какую-то ошибку. Это очевидно, что, собственно, я виноват. Но у меня есть. Анартфая какая-то недостатка. Со скорбью мы признаем этот факт, поскольку вот мы и совершили ошибку. И все об этом знают. Но когда никто не знает, нам легче. Но когда еще все и знали, ну все. Надо признать, что Анартфая есть. Как бы мы ни скрывали ее от Анартфы, но она проявляется все равно. В этих ошибках не совершаются. И Индра совершив оскорбление Кришны, он должен признать свои несовершенства и подчеркнуть то, что мы Кришна. Это важный момент. Признавать свое несовершенство – это хороший момент очень. Мы можем понять, насколько Кришна удивительно. Но, смотрите, он такой верный друг, что он существует. Такая надежная обора для каждого. даже ведя наши недостатки, он продолжает нас защищать. Никогда не трогает. Никогда не трогает. Если даже животное, что хочет забыть и забывать, внимание, он помнит. Самое хорошее. Он нам напомнит нашу свободу. Ты на самом деле не такой. Ты вот какой. Такой ты сияющий. Такой ты удивительный. Ты моя неотъемлемая часть. Никогда больше ты не вернешься в этот мир страданий. Никогда. Я тебе напомню, кто ты на самом деле. Такой надежный. Поэтому, когда преданный обнаружил себя Анардху, это только укрепляет его преданность Кришне. Надо же, я думал, что я чистый и уверен, что служил Кришне. Оказывается, у меня столько Анардху. Но Кришна, он не отвергает меня из этого. Он по-прежнему относится ко мне как к драгоценности. Такой удивительный Кришне. Так, есть такая глава. Удивительный Кришне. Потому что такой удивительный. Она такой чистый. Такой независливый. Такой любящий. По могуществу. И Индра тоже сейчас будет говорить об этом. Я бы хотел прочитать стих. Что же Индра говорит после совершения этой ошибки. Ведь он хотел не просто совершил оскорбение. Он хотел уничтожить из Фриндавов. Разрушить всю Дхаму. Духовный мир, так сказать. Затопить тебя из Фриндавов. С пастушками, с коровами, с телятами. И вместе с Кришной тоже. Как же так? Он был просто разъявлен, как полу-бог. Представьте, полу-бог разделен. Это большая сила. В ярости он еще сильнее становится. Он действовал как разрушитель. Агрессор напал на Вриндаван. Собрав все лучшие силы вселенной. Облака. Целартака. Туча. Сам он был оснащен прекрасно, как царь полу-богов. И он металл молнией в этот Ковардхан. В Вриндаван заливали водой. Но, к его удивлению, после семи дней он, когда гнев немножко поутих, он услышал, что там фестиваль во Вриндаване. И все равно там за счет этих молний, самартаки, дождя. И вот когда он увидел, что это Кришна, вот тут он признает, скажешь, что он не оценил его истинного положения, его могущества. Я просто почитаю некоторые стихи. Шахат Небагасвами сказал, после того, как Кришна поднял Ковардхан и защитил обитателя Враджа от беспощадного ливня Сурабхи, мать коров. Спустилась со своей планеты, чтобы убедить его. Вместе с ней пришел Индра. Индра был глубоко смущен, что оскорбил Господа. Отыскав его в уединенном месте, Индра упал в поклонии и прикоснулся своим шлемом, сверкавшим, словно солнце, Ковардхан, Мустафан, Господа. Тут написано в уединенном месте. Индра захотел угодиться с Кришном. Почему? Он не хотел, чтобы были свидетели его недостатка, его поражения. У него есть своя гордость, свое положение. Когда у человека высокое положение, то обычно не сразу говорят его недостатка всем. Это может навредить его репутации сильно. Поэтому, если все-таки сейчас совершает что-то недозволенное, сначала лично с ним разговаривать в уединенном месте. То есть, это бережно относится к личности. Возможно, просто отложность какая-то. Он может исправиться еще человек. Не нужно еще сразу разглашать, почему-то делать. Мы же не враги друг другу. Мы слуги. Ну, конечно, если он не хочет меняться, тогда, конечно, все должны знать причину, почему он теряет положение. Но Индра не таков. Он может меняться. Он в уединенном месте, чтобы не было свидетелей его ошибки, он должен что-то сокровенное сказать Господу, которого он оскорбил. Индра уже слышал о трансцендентном могуществе Всесильного Кришны. И теперь увидел его собственными глазами. Раньше Индра гордился тем, что управлял тремя мирами. Но теперь гордыня его была сокрушена. Молительно сложив ладонью, он обратился к Господу с такими словами. Ну, вот скажите, если у кого-то сокрушена гордыня, он может молиться Богу? Что значит сокрушена гордыня? Ну, то есть я думал, что я великий. Я думал, что я нормальный, хороший человек, не хуже людей. Но вот оказывается, что не совсем так, как я думал у себя. Я гораздо хуже. Неудача в моей жизни, видите? И все ли молятся в этом состоянии? Нет, не всех. Не у всех хватает благочестия. У Индры достаточно благочестия, чтобы обратиться к Кришне. Сук ретина. Четыре категории людей обращаются к Богу и четыре не обратятся. Запас добродетели нет. Многие люди, наоборот, могут ожесточиться и обвинить Бога. Я тебе служил столько времени, а теперь ты показал мои недостатки окружающие. Теперь ты мне показываешь мои несовершенства в результате моего служения. Это же дело, это же дело. Может быть, это в форме уплёка выразится и в форме бунта, в форме отказа от преданного служения. А человек скажет, хватит тебе преданно служить, а теперь буду служить себе, своим чувствам преданно точно так же. Зачем ты тратить время на это, чтобы я служил тебе бескорыстно, а потом еще получал от тебя всякие наставления и уплёки? Ты бы мог забрать просто моим анархи, а анархи не говоря мне ничего, без моих усилий, не так ли? Разве ты не верховный? Есть множество, множество таких концепций на этот счет, если человек злится на Кришну. Но что касается Индры, он преданный. Он преданный, поэтому он всегда выберет Кришну. Он признает сейчас свою ошибку. И что же он говорит Индра? То, что говорит Индра, потом разбирает ачарии за каждое его слово. Он говорит великую вещь. Ведь этот полубог находится в знании. А это величайшая личность. Среди полубогов он царь. Индра говорит, Индра сказал, «Твой трансцендентный образ, состоящий в чистой благости, всегда неизменен, озарён знанием и свободен от трех секунд страсти невежества. В тебе нет круговращения гун материальной природы, вызванного невежеством и иллюзией». Как он это видит? Только что он хотел уничтожить Вериндама, и вдруг у него открылись глаза. Он говорит, потрясающие вещи. Здесь отчаяние каждое слово объясняют санскриской, которую Индра использует из стиха, как удивительно глубоко выражает Индра свои чувства из глубины сердца. Его чувства пронизывают трансцендентным разумом, удивительными качествами. То есть, совершив ошибку, Индра поднимается ещё выше. Вот оно искусство в Бахте. Поэтому говорится, что можете глаза закрыть на пути Бахте и бегом бежать, и вы не уходёте никогда. Даже с совершив ошибки вы станете ещё сильнее. Если вы предали, вы станете просто сильнее. Здесь большой объёмный комментарий. Мы что-то почитаем. Например, «Шилэш-Тхар с вами, великий комментатор Шимак-Багава, там мастерски объясняет все санскритские слова этого глубокого стиха». Несколько слов мы прочитаем, о чём тут речь. «Вишутха саттам тава тхама шантам». Первая строка этого стиха. Тхама шантам. Санскритское слово «тхама» имеет несколько значений. Мы слышали слово «тхама», мы в «тхаме» не будем сейчас. Мы его используем для обозначения святого места. Не просто святого места. Нет. Обычное святое место – это «тиртха». «Тхама» – это немножко другое. Послушайте, что такое «тхама». Здесь есть четыре значения слова «тхама». И все они применимы к тому даже месту, где мы сейчас находимся. Первое место проживания – дом и обитель. Наш дом нельзя назвать «тхама». Я живу в Санкт-Петербурге, в коммунальной квартире. В той коммунальной квартире есть комната. В вечной темноте. Туда, где никогда не попадает солнечный свет. Где сыра – «тхама». «Мой дом». Это слово примените к Кришне, и все откроется. Сразу поймете, какое место нужно в «тхаме». Как слово «чистота» или «простота», «справедливость», не знаю, «тхама». Кришне предложите, и сразу все откроется. Также здесь «тхама», если вы спросите, а где Кришна живет? Вот это здесь «тхама», вот она «тхама». Дом, обитель, чей? Не мой. Нет, нет, нет. Я могу сделать его «тхаме», пригласив Кришну, что там, где Кришна находится, «тхама» – его дом. Сердце преданное также «тхама», чистое сердце также «тхама». Это первое значение. Второе значение – любимая вещь или человек. Удовольствие и наслаждение – тоже «тхама». кто самый любимый в «тхаме»? Кришна. Он имеет человеческую форму. Поэтому тоже место «тхама» называется. Здесь есть любимые люди и любимые вещи. Из «тхамы» вы что привозите? Мы когда ездили впервые в «тхаму»… Интересный момент исторический. Сейчас, я не знаю, делаете так ледо, наверное, в то время. Мы летали и прилетались из «калькуту». И мы привозили из «тхамы» целые мешки глины и воды из «ганги». Огромные емкости тоже, бутылки и рюкзаками. Чемоданами полные. Таможня от нас с ума сходила. Просто ума сходила. У нас перевес у каждого по нескольку десятку килограмм. За что платить? Денег нет, мы говорим. Никого денег не было. Что у вас там? Открывают там вода просто. И к землям. Всё. Ну что с ними сделать? Ну какие-то странные они. Любят эти вещи странные какие-то. Кто не имеет ценности там. Но приятно эту глюну песок. Перед рюкзаками вывозили. Высыпь, оставь. Умру, не оставлю здесь. Отказывались. Или божества там. Или гармонии. Никто не знал бога с собой. Ручную платью на дырку своруют. Прицепят дырку к гармонии. И проходят туда. Что-то не перевес у него. Денег не было у него как. Вот нас с этими вещами там галили. И в конце концов всё равно уступали. Всё равно как-то вот проезжали всё равно. Всё провозили. И там в Москве, когда мы приезжали, там тоже таможня. Боже мой, такие мешки что-то. Деревянные бусы какие-то. Полный мешок. Но они не полированные, не драгоценные. Просто деревянные какие-то. Бусы. Тут у них вода бутылками какая-то набрали. Везут. Таможню проверяют. Поршину собирают. Тут куски земли. Боже мой, что тут машина. А, как только увидят пеных старка. А, проходите. Даже не смотрят. Называются любимые вещи, потому что они были связаны с Кришной. Это ганга. Её берега священные. Вода священная. Всё, чем Кришна пользуется. Махапрасат. Там гирлянда. Всё это. Несли. Везли. Тхама. У нас здесь много любимых, сокровенных вещей появляется. Людей, которые живут в Тхаме. Это святые люди. Очень дорого это место становится. Удовольствие и наслаждение, которое испытывает человек в Тхаме, нельзя сравнить. Ни с каким другим удовольствием. Даже достижение Брама Джоти, говорит. То есть счастье, предминусслужение выше. Тхама также облик и внешность означает. Но без которого вы потом уже не можете жить спокойно. Вы привязываясь к этому. Например, почему какое-то место кажется хорошим? Ну, потому что кто-то живёт, дорогой для вас. Вот по этой причине. Могущество, сила, величие, слава, великолепие, свет. Всё это одним словом называется здесь. И в данном контексте Тхама переводится как в этом стихе. Сейчас мы найдём это слово здесь. Форма, просто форма. Перевод стиха такой. Мы знаем, Тхама — это святая обитель, место, духовный мир. Здесь только форма описывается. Вот Индра смотрит на форму Кришны и называет слово Тхама. Он говорит такое. Не Рупа. Тхама. В духовном смысле слова Рупа не отлична от Намы, от Гуны и от Ливы. А это всё вместе Тхама. Вот как Индра выражает интересно. Вот что такое чистота. Или мы ещё называем это недвойственность. То, что снаружи, то и внутри. И в поведении то же самое. И в качестве то же самое. Он одинаковый, он чист. Он не скрывает ничего. Кришна открытый такой. И вот он открывает эту свою форму перед тем, кто очень смиренный, как Индра в данном случае. Он очень смиренен. И он видит что-то сокровенное. Что Кришна, он реагирует на качество своих мирных. Такова, правда, любви. Как только мы видим что-то хорошее, мы мгновенно чувствуем к этому расположению. А Кришна так. Он видит, что Индра теперь не гордится. Пока он гордился, он не думал, что Кришна, что это важная личность. Но какой-то ребёнок возгордился. И эти пастухи тоже все возгордились. Ради какого-то ребёнка отменили великие жертвоприношения полубога. Мне, в данном случае. Как целый небес. Ради кого? Из этого глупого ребёнка, пастуха? Они изменили традиции великие. Но такое место, простите, оно отклоняется от физической культуры. Оно бесполезно, нужно уничтожить. Под видом единической культуры они распространяют что? Адхарму. Вот в гневе он не мог понять, что Кришна – это источник дхармы. Это и сама дхарма. В Сурции дхарма – это преданное слушание. Его форма, его качество, его игры. И его называют слово дхарма. Что принимают и к Кришне, и к Вариндавану, и к Майяпуру, и к его предметам любимым, и к его окружению. Вот такое слово. «Индринспор». Само имя Кришна означает «Тот, кто привлекает всех». Стало быть, Господь Кришна – источник всей красоты и наслаждения. Несомненно, являются любимой вещью для человека удовольствием и наслаждением. И, по сути дела, эти слова в полной мере могут быть отнесены лишь к нему одному. Здесь большой комментарий. Можете самостоятельно посмотреть, если я не знаю, что это место. Пустяков. И далее, что Индрин говорит. Теперь он спрашивает в виде трансцендентной качества Кришны, чистоту. «Откуда же тогда возьмутся в тебе признаки невежественного человека, жадность, вожделение, гнев и зависть?» О чем он говорит? Почему он вообще говорит об этом? Когда, в каком случае, можно сказать человеку доброму, щедрому? «О, ты не жадный». Почему не сказать, что просто ты добрый? Почему он говорит, что ты не жадный? И здесь Индра это говорит. «У тебя нет невежества». Вот он представляет, и теперь он о чем говорит? «О себе». А почему он употребляет слова вот эти невежества и прочее? Вот он сравнивает себя с Кришной. Вот он начинает понимать истинно. Вот как правильно построен процесс самоосознания через познание качеств Кришны. И затем автоматически мы сравниваем свое существование. И тогда мы точно понимаем, где мы находимся. очень точно. Если мы себя связываем с Кришной, если даже мы обусловлены, мы очень на верном пути, говорится, даже совершать дурные вещи, мы на верном пути. И это человек садху. Он признается святым-то точно. То он все измеряет себя с качествами Кришны. Ведь они появляются в результате соприкосновения души с материальным миром и заставляют ее еще больше запутываться в сетях материального существования. Но все же, будучи Верховным Господом, ты караешь грешников, чтобы усмирить их и защитить заповеди религии. То есть, ты трансцендентный. И нет зависти, нет вожделения, нет жадности. И все-таки ты сражаешься, в конфликт вступаешь. Как же так? С грешниками. Ты делаешь это. Демоны обвиняют то, что он принимает в сторону полувогов. Он защищает полувогов. А говорит, что он беспристрастный. Вишну. Они с этим не согласны. Они считают, что Вишну – это лицемерный Вишну. Он внешне такой беспристрастный. Но всегда почему-то принимает в сторону полувогов. На деле. А улыбаются всем одинаково. При этом. Как в Эфенимурте всем улыбается. И демонам, и полувогам. Но нектар получает только полувоги. А демону голову срубает. Вот. Ваш Вишну. Вот и будет. Поэтому говорит, что тебе не свойственны эти страсти, невежество и жадности, зависть, как обычному человеку. Но ты действуешь, как обычный человек, Индра говорит. Он начинает такие вещи потрясающие. Видите? Что на самом деле очень трудно понять обычного человека. А вот же, знаете, Маммудхама нужен там, может. Обычный человек думает, что Кришна – это обычный человек. Обычные люди, говорит, не знают. А мы их трансцендентные качества. Они думают, что я обычный человек. Так слышать, я сказал. Но тебе Индра говорит. Нет. Тебе не свойственны эти качества человека. Жадная зависть, гнев, вожделение. У тебя нет таких качеств. И все-таки ты сражаешься с демонами. Ты ступаешь, ты конфликтуешь. Матху Двиша зовут иногда его. Завидует демону Матху. Зависть Матху Двиша. Завидует. В Кришне есть такая трансцендентная зависть. И вот это можно понять только на таком уровне, на котором находится Индра сейчас, в данный момент. Вот в этом состоянии он видит, насколько велик Кришна. Кришна, даже завидуя, остается чистым. Как так может быть? Даже излучая сияние больше миллиона солнца. Он видит темный цвет. Как так может быть? Такого не бывает. Но все это можно увидеть в состоянии глубокого смирения. Когда преданный борец Анардхами начинает понимать, кто такой Кришна. В этом ценность этого процесса. Ценность не в том, чтобы очиститься самому. Потому что даже чистый Браман, он может стать падшим, если не предан. И последний Чантал говорит, что он может стать чистым, если он предан. Ценность этого процесса очищения сердца заключается в том, что в этом процессе человек начинает понимать своим сердцем, кто такой Кришна. Для него что-то такое запрещено. Такие прекрасные слова находятся здесь, чтобы описать Кришну преданно. Великие поэтические слова глубокого смысла. Полный смысл. Обычные люди выбирают путь. Ваш делин. О, тут приятно. Обжигающе. Это то, что жизнь тут начинается. Мои чувства пробуждаются. Моразм наполняется планами. Я столько желаний. Вот я оживаю. Теперь я знаю, кто я и что я хочу. А мне нужна она и он. Вот. Мои. Или я это возьму, или я умру, потому что жить без этого нельзя. В этом смысл жизни. Полное предание требуется. Путь вожделения. Обычно люди так выбирают естественным образом, поскольку это возбуждает чувства его. Пробуждают все материальные желания. Планы столько много всего, что предстоит сделать. В присутствии вожделения, люди оказываются активными. Но затем они сворачивают с этого пути немножко. Куда? Путь непрямой оказывается. Путем вожделения нельзя идти долго. Оно переходит в гнев. Если выбрали путь вожделения, то чуть дальше есть смена стрелки на поезде. Мне придется поменять направление. Вожделение – уйти в гнев и раздражение. Что такое гнев? Удовлетворение, обвинение, агрессия, кровная месть – это целая культура. Вожделение и гнев – это целая культура. И люди сознательно выбирают путь. Теперь я буду мстить. Теперь я буду стоять за себя. Я герой. Я разгневан. Я познал правду и ложь. И теперь я выбираю этот путь. Правильный путь. Но этот путь тоже долго не продолжается. Гнев переходит в обиду. Если даже очень разгневан, то не означает, что становится влюбленностью. Может быть, и наоборот. И в конце концов, в любом случае, любой разгневанный агрессор падает на колени. Мы не можем победить материальный приход. Возникает обида на всю жизнь. На тот строй, в котором мы живем. На тех людей, которые меня окружали. Обида на жизнь углубляется. Мы этим путем должны идти дальше. Куда же этот путь ведело? Дальше саморазрушаемый. Я не хочу больше жить так. Это суицидальные мысли. Это психические проблемы, отклонения. Это называется ад. Человек падает. Это путь. Люди выбирают. Не зная шастры, не зная Кришны. Каждого этот путь ожидает. Даже великие мудрецы, великие ученые, знающие шастры, могут стать жертвой вожделения. И пройти путь от этого начала до конца снова. Так говорят шастры. Вот почему необходимы эти знания? Почему необходим Кришна? Итак, откуда же тебе возьмутся эти невежественные качества, жадность, вожделение, гнев, зависть? Ты никогда не идешь таким путем. И вот что бывает с толку, что ты, тем не менее, яростно сражаешься с демонами? Как будто ты гневаешься, как обычный человек. Дальше стих. Ты, Отец, Духовный Учитель всей Вселенной, и Верховный Повелитель. Ты, неумолимое время, карающее грешников для их же блага, поистине, принимая по своему желанию разные облики. Ты без колебаний попираешь гордыню тех, кто позомнил себя повелителем этого мира. Эти шлоки ни о чем не говорят человеку, у которого сердце нечисто. Они их пролистывают, ищут. Где же тут ведическое знание? Тут какие-то молитвы. А где знание ведическое? Они не могут понять, оно скрыто от них. Они не видят. Как это с таким знанием связано? А что он ищет? Потому что он ищет знания, соответствующие его анардха. Как господствовать? Тут есть такие знания. Как обрести министические ситхи? Как обрести знания? Как научиться побеждать других? Интеллектуально, физически или мистически? Как? Вот оно знание. Они думают, это все знания. И они ищут шастра. Какие разделы знания? Я слышал, что в годы войны советское правительство посылало ученых в Индию, чтобы изучали Махабхара, тосанскритские тексты и другие тексты священные, где описывается ядерное оружие, прообраз ядерного оружия своего. Они изучают санскритские тексты для того, чтобы понять, обрести эти знания, как можно создать такое оружие, как и способ над материальной природой. Как и способ над этим. И думают, вот это и есть ведическое знание. У вас есть какие-то еще ведические знания? Не спрашивай. Но все ведическое знание заключается в уважении старших, дружбе с равными и заботе младше. Все. Но если человек с нечистым сердцем прочитает, скажет, а где же знания? Это бесполезные вещи описываются здесь. Я уже и так хорошо ко всем отношусь. Ну а с тем берусь, потому что он сам такой. А вообще я хорошо ко всем отношусь. Особенно к тем, кого не знаю, я именно так отношусь. Но те, к кому знаю, конечно же, по-другому отношусь, потому что я их знаю. Ну а те, кто не знаю, именно так отношусь. Мы же хорошо относимся к тем, кого мы не знаем. Это знание в невеже, это называется. Попробуйте хорошо относиться к тем, кого вы знаете. Вот это труднее. Вот это в знании уже требуется особого знания. Как эти отношения поддерживать и улучшать эти отношения? Вот он прогресс. Из материального животного состояния, где есть естественная злоба, алчность и зависть. Человек может подняться до трансцендентного уровня при помощи просто служения старшим, дружбы с ранами и милости делиться младшим. Но для этого нужно чистое сердце. А на этого не врите. Поэтому, правда, не ждал, пока мы достигнем уровня чистоты сердца. Делайте так, и сердце очистится. Не ждите. Невозможно так очистить сердце. Действуйте, как будто у вас чистое сердце. Уже сейчас. Читайте, что такое духовное, и делайте это. Практикуйте. Этот процесс и есть баджана крия. То есть мы совершаем, творим это, делаем это. Мы прославляем Кришну, даже когда нам плохо и кажется, что с нами несправедливо поступают. Но мы все равно прославляем Кришну. И любим приятным. Все равно дружим с ранами. Все равно помогаем младшим, все равно слушаем старшим. Если даже для них мою пользу, то все равно мы должны это делать. Означаем чистое сердце. Вот такое простое чистое сердце. Приятный сердце. Чистый приятный сердце. И в таком состоянии человеку чужда становится ложная гордость, различные формы отождествления противного здоровья. Мы за себя не переживали от низ успеха, низ неудачи. Мы можем с вами прожить всю жизнь в позоре. И это может не отразиться на нашем преданном служении. Знаете, не всегда будет запутывать слава. Слава, бесславие. Почет, позор. Друг, враг. Материсты всегда будут нас унижаться. И даже общество предных может потерять свою славу. Особенно это касается предных, которые имеют высокое положение и могут потерять свое положение. Позор останется на всю жизнь. Как неудача в жизни. Станется это переноса всю жизнь. Но! Но для Кришны это равно все. И наши падения и взлеты не имеют значения. Приятный может прожить в позоре всю жизнь. Как бил могла атаку, который был привязан к проститутке. Но Кришна принял его. Он настолько очистил свое сердце, что он этой проститутке поклонялся как своему гуру. Который в конце концов направил его к Богу. И спадшего состояния делал Бог вот так вот. Получил двором Кришне. Не так, что мы, если всю жизнь в славе проживаем, в почете. И это и есть успех в сознании Кришны. Не всегда так. Многие предные будут безвестными, смиренными. Не все предные смогут ораторствовать искусно. И быть видными и прославленными проповедниками. Но каждый может стать дорогим гостем. Рупада говорил однажды об одной женщине, которая несила воду ганги божества. Он показывал эту женщину, сын, ученикам, сынея и свечебной джебисии. Высокопоставленным ученикам, прославленным. Говорит, посмотрите, она каждый день приносит воду из ганги. Не важно, холодно или жарко в арендах, больно или здорово. Она каждый день это будет делать. Когда я читал этот пример, я думал, ну это же не так сложно. Почему проповедник так прославлял эту женщину? Что тут сложного, каждый день принести воду из ганги? Я просто не знал, что такое жизнь в арендавании, и что значит принести воду из ганги. Зимой в арендавании лютый холод. Когда я был темой в арендавании, я помню это хорошо. Мы пришли на Бхагаватам, но я подумал, это бесчеловечно. Это бесчеловечно. Правдив вас с Бхагаватам сегодня утром. Там нет никакого источника тепла вообще. Это все утрушит на улице. Это от снега нет, конечно. Но никакого источника тепла. Вы сидите на каменных полах, как лед, и нужно слушать Бхагаватам. У вас все пронизывает. Холодный туман, мокрый. Я говорю, Павлович, он приехал, и спросил у нас русских. Говорит, ну что, скажите, где холоднее зимой? Говорит, да, в Носкве. Вы сказали, здесь холоднее. Это не вописи. И даже в это время эта женщина должна пойти на гангу, сделать три раза омовение, окунуться в саре, и не меняя одежды, не выжимая, на головы принести воду из ганги для божеств. А в жару попробуйте пройти к ему в ней по пескам. У вас не останется ног эта сковорода. И она все равно упадет в дело. Она что-то сделает, она придумывает. Она сделает все как нужно. Говорит, за это простое служение она вернется к Богу. Она очень дорога, конечно. Вот так. То есть мы знаем об этом, что это не связано с положением, внешним, успехом духовной жизни. Извините, с нашей кармой, с судьбой в личной жизни, сколько было жены или мужей. Даже это не является критерием, хотя это может опосудить нас на всю жизнь. Факт. Оставить пятно. Факт. Но Кришна говорит, ахатва, сорва по пепле. Ты можешь жить с позором, а вернуться ко мне. И он мог как-то так вот был привязан к пройти. Не просто. Он стал моральным человеком. Я вам приведу пример. На похоронах собственного отца. Он только и думал, когда же наконец кончится эта церемония, меня ждет проститутка. Время. Вот. Вот таким он был. Да. Вспоминает свою жизнь. Он едва дождался, пока отца кримируют, что бежать проститутку. И в бурную ночь пришел к ней, когда ни один порогщик, ни один лодочник не мог выйти. Вплавь. Через бурную ночь. В ураган. Знаете, какие ураганы бывают здесь? Почти каждую гору Бурниму налетает такой шквал. Знаете, все эти вот наши пандалы красивые делают. И стараются шквал на лицо, вот так кривое потом. И на справляем гору Бурниму уже в таких всех. Вот часто бывает здесь. Листья эти летали, вот пальмы, вот там, где он вылетает. И все, белье обрамочарив. За одну секунду может подняться на такой шквал. Ганга все пенится, и ни один сумасшедший не пойдет туда никакой лодки. Все, это очень опасно. Белый угол такой вплавь. Пересек Гангу. Она закрылась и дверь, и встал. Не думаю, какой сумасшедший ко мне сегодня придет? Какие клиенты могут быть? Какая работа вообще? Выходной сегодня. Но нет стук в бурную ночь. Ты же кто? Ты, Маша. Ты идешь со своей стороны Ганги? Как ты дрался ко мне? Вдовь. Ты с ума сошел? Ты так привязан ко мне? Ты так любишь меня? И она была потрясена. Если бы ты так был привязан к Ричиной, ты бы стал совершенно потрясен. И его потрясла эта фраза. Как любимая личность. Знаете, если человек не слушает ничего, то он получит все наставления на близких людей. От женщин и мужчин. Не может выносить каких-то наставлений. В должное эго. Самые сильные, самые острые слова он от женщин и мужчин. Особенно которые привязаны. Вот так с ним случилось. И он вдруг осознал в эту секунду свой весь позор вообще. В кого он превратился? И что они в люди думают? А что он свою жизнь превратил? В его репутации? Он никогда от этого не отвозит. Никогда. И единственное, что он спасет, это Кришна. Только точно. Иду во Вриндаму. Он сказал. Я отрекаюсь от всего этого. Иду во Вриндаму. Но болезни не так просто уходят. Она может вернуться. И по дороге во Вриндаму в ту увидел женщину. Пошел за ней. Он не собирался идти за женщину. Он все во Вриндаму шел. Но он видел ту женщину, эти ноги, эту фигуру. И пошел. Сам удивлялся. Как это так получается? Помимо моей воли, я делаю эти плохие вещи. А Джун спрашивает. А что это за сила такая? Она заставляет человека делать то, что он не должен делать. Даже не хочет делать. Не собирался. Он пришел и тогда к дому и проводил. Женщины, поскольку к этому очень чувствительно, они понимают. Помыслы. Чувствуют. Таковая природа. Она испугалась. Забежала в дом и сказала. Мужу, какой-то человек меня преследовал всю дорогу. Кто? Кто еще? Муж. Выжил? Брамон стоит. Брамон стоит. Боже. Преследовал. Брамон пришел в подаяние. Вот муж, женщина. Одно на уме. Вот только об одном духе. Брамон подаяние просит. Ну, вынес ему, что он захочет. И все. Преследовал. Глупая женщина. Ну, а женщина, хорик, лично ее что-то таки. Что хочешь, дорогой Брамон? Ты гость. И так стыдно стало. Белорога у тебя. Он не знал, что делать. Куда еще. Прорвались сквозь землю. Меня еще. Меня еще за Брамона считают. Святым называют. Меня еще защищают. Как же низкая баба. Общаясь с этой проститутой. Дай мне шпильку твоих волос. Он сказал. Все что? Ну, если тебе так нужно, возьми шпильку твоих волос. Вышла. Он отошел в сторону. Тут же выклыл все два глаза. Вырвывает. Вот такая решилась головня. Очистить сердце. Надеюсь, что после семинара мы не сделаем того же самого. Решилась это хорошо, конечно. Но глаза нам еще понадобятся для проповедь. Если бы все проповедовали без глаз, было бы некрасиво не было. Хорошо. И вот так он ушел в гриндан. Теперь ему ничего не мешало. Не было объекта в чулус не видел его. Он звал Кришну в долгое время. Он знал, что Кришна в сердце. Ну, а тут другой путь. Невожделение. Смирение. Любовь. Служение. Это наша природа души. Он служил Кришну. Прославлял Кришну. Лишившись глаз. И покрытый позором, он просто прославлял Кришну. И когда Кришна стал приходить к нему, он сразу узнал его. Так естественно Кришна пришел. Когда сердце чистое, естественно, человек живет с Кришной. Естественно, он даже сразу не поймет, что это Кришна. Может быть, мы даже не знаем, что мы только по милости Кришны сейчас в Дхаме находимся. Мы только по милости Кришны идем прасад каждый день здесь. И воспеваем, и счастливы по милости Кришны. И много чего при милости Кришны нам еще предстоит получить. Много милости. Даже Прабхата так удивлялся. Сколько же милости я получил. Сколько я милости получил. А ведь я ничего не сделал. Вот такая милость, что в сравнении с такой милостью я ничего не сделал. Но в конце концов он понял, что Кришна приходит к нему. Не просто как бы даже тогда. И когда он это понял, когда его сердце таким образом очистилось, Кришна стал проявлять в своем сердце, он почувствовал. Это национальный экстаз. Это оно присутствие этих стоп. От этого голоса и поведения. От его игр. От этой своей привязанности растущей каждому такому мальчику. Который он не мог увидеть, но он видел сердце. И однажды он сделал рывок. Он прыгнул в эту сторону, чтобы схватиться за стопы этого мальчика. Кришна успел прыгнуть в сторону. Мимо. Он играл с ним. Вот тогда был Магадабур сказал. Да, Кришна, ты можешь вырваться из моих рук. Но ты не можешь вырваться из моего сердца. Чистое сердце. Он так прославляет его. Кришна приходит к нему. Они общаются лично. И здесь история такова, что Индра тоже. Он в результате просто опозорился этой лилой. Он просто был покрыт позором. У нас на зиму проставляет, конечно. Проповедание предали. И не сразу, может быть, Индра очистится. Вот сейчас он в этом состоянии чистым. Но позже все-таки он повторит свою ошибку. И, может быть, не раз. Когда Кришна захочет взять дерево, париджат, он снова забросит на него. Он снова забудет об этом. То есть его еще предназначение неустойчиво. У нас тоже не очень устойчиво. Иногда мы любим Кришну. Иногда мы обижаемся на Нем. Он говорит, почему так? По законам все не так должно быть. Я имею право на вторую жену. Почему Кришна не благоставляет меня? У Тарапада было пять мужей. У меня всего третий муж. Иногда такие вещи приводят в голову кому угодно. Присутствие вожделения все переворачивается. Но даже в этом неразберихе Кришна остается в нашем сердце. И направляется нас терпеливо. И что пропадает? Кришна все равно победит нас. Он все равно очистит. Он хари, он вор. И если кто-то так или иначе общается с Кришной, так или иначе успевает свои круги, так или иначе служит на духовному учителю, он так или иначе обретет за него. Это факты, которые мы можем наблюдать тех преданных, которые долгое время в исходе они все очищаются. Без исключения. Любой, кто остается в преданном служении, каким бы он ни был, с какими проблемами, достоинствами, недостатками, судьбой, он очищается. Вся наша жизнь это очищает. Каждый день это практика очищает. Трудное дело. И Кришна понимает, как трудно это. Он знает нашу службу. Поэтому он приходит к Господь Италию. Заливая эту смелость в океанах. За одну короткую жизнь. Все так и все. Мы больше никогда не будем с вами влачить какого-то жалкого существования. Возможно будет трудно, возможно еще что-то событие. Но мы никогда не влачить жалкого существования. Мы всегда иметь эту милость. А на арте неврите сопровождается этим чувством предания и восхищения. А иначе он бесполезен. Самоистязание не наш путь. Это путь любви. Это то, что мы сегодня хотели сказать. Завтра тоже? Да. Завтра продолжим. Путь явно стоит против. А на арте неврите. Подвиг или какие-то вопросы? Бхараджи. Бхараджи. Вы сказали, что в бхагаватам гнев приводит к обиди. И затем идет падение на адские планеты. В бхагаватките Господь Кришна говорит, что гнев приводит к иллюзии, потере разума, потере памяти. И затем, то есть это речь идет об одном и том же, и если да, то можно пояснить, как вот обида связана с вот этим участком июзия, потеря разума, потеря памяти. Да, да, об одном и том же. Мы можем называть гону невежества по-разному. Гону невежества имеет в себе много-много признаков, например, потеря памяти — это невежество. Но болезнь — это тоже невежество, депрессия — это тоже невежество, обида — это тоже невежество, синонимы, если об одном и том же не говорится. Мы просто раскрыли ее какую-то грань, другую. Потеря памяти может стать обидой, храниться как обида. Например, мы не понимаем, почему с нами так поступили. Нет памяти, нет осознания — это обида, может быть так. Обида — это тоже потеря памяти. Или мы обижаемся надолго, забыть все хорошее в человеке, в этом. Тоже потеря памяти. Если есть вопросы, активнее. Пожалуйста. Что такое нравственная чистота, говорится о благоприятии? И что касается от тебя преданных? Если мы можем, даже совершая по сути, быть святыми, то о чем, о какой нравственной чистоте говорится? Что такое нравственная чистота? Как описать нравственность? На санкредитах кто-то знает синоним? Нравственность. Нравственность — это этикет. Нравственное поведение — это поведение, соответствующее этикету. Суть этикета, мы помним в большинстве, что такое суть этикета? Эссенция, корень. Это искусство не причиняет никому беспокойству. Поведение, которое не причиняет беспокойству. А наоборот, доверие, любовь — это этикет. Или нравственное поведение. В корне нравственности — уважение. Уважение означает внимание к окружающим людям. Это нравственность. Возможно, еще что-то может это помнить. Кто-то знает. У меня такой вопрос. У меня такой вопрос. Кришна сказала Раджуне, Кришна сказала Раджуне, что «Ты сражайся, я очищу все твои наступки». По убийству его друзей, делав, что он просто в космосе взорил, а по другой фрукшепе. «А что ему стоило очистить противоположные сердца?» Вот мы знаем, да? «Строю на берегу». Там, где тоже были бы чистые люди на другой стороне, и тем не менее, он как бы наоборот разливал паспу водой, то есть как бы ходил эти люди. Вот. Почему бы было бы не очистить? Там и не демон любили, и тем не менее, как бы вот прошла бы вам твоя ситуация. Спасибо. Почему не очистить сердца? «Да, на противоположной стороне». Вот. «Да, да, да». «Но живо, потому что не делали бы, а то, что мы были чистыми людьми». Да, хорошие, хорошие ребята. Кришна, все, все является Кришной. Кришна – это обстоятельства, в которых мы живем. Кришна – это ресурсы, которые мы имеем для жизни. Кришна – это мать, отец, близкие. Все, все вокруг – это энергия Кришны. И есть также Бхагаван Своям, сам Кришна, который этими энергиями повелевает, управляет, высшим. И непосредственно Кришна, как Бхагаван Своям, общается только с чистыми вредами. Посмотрите, даже Бхагава Гитун говорит только о Арджуне. Заметили? А как же он заботится о других? Посредственно своих энергий. То есть та сторона была очищена в процессе битвы. А сердце Арджуны было очищено непосредственно словами Кришны, его обликом и дружком. Бхагаван Своям был, сам, конечно. То есть Арджуна был таким преданным. Залейте правил. И чем больше человек становится преданным, тем ближе он к Кришне становится. Посредством его энергии, которая приближает, привлекает его эти энергии. Больше, больше привлекает. Например, материальная природа не привлекает преданного. Но Кришна говорит, дави ей шигуна Мои. Она непреодолима, она привлекательна, потому что это моя энергия. А предума не привлекает. Потому что далеко от Кришны. Таина Кришна. Она покрывает его взором. Хочет убрать эту завесу. Он хочет другую энергию, которая приближает Кришну, открывает Кришну. Он хочет Кришну, непосредственно. Но чем больше их забывает Кришну, тем больше привлекает с его энергией, удалёнными от него. Тоже Кришна, но уже не Кришна. Кришна, не Кришна. Так и так. Как используете? Можно и Кришну увидеть, если можно увидеть Кришну. Уже как захотите. Но преданный ничего кроме Кришны не хочет. Но Кришна сам. Он, человек. Потому что он личность. Личность. Карна же в прошлой жизни был деманом. Поэтому, значит, Кришна убивает все-таки на той стороне Каврау, потому что там немного не благочестило. Не благочестило? Ну да, с ним. Он благочестивых тоже убивает. Он потом, да, после корок шефера, он также убрал династию Яду, пустил целиком. Даже династии Яду, они были благочестивыми, но все-таки они были воинами. И такое количество могущественных воинов тоже применялось в землю. Он тоже устроил для них уход. Тоже устроил. Они тоже все должны были покинуть в поле. Яду. В Малай, в частности, в Дон Ринате, рассказывается история о том, что пандалы после Монтшентра все попали в ад. Не только по милости одного из них получили особо это. Является ли эта история авторитетной? Я слышал, что это авторитетная история. Но там есть одно «но». Пандалы увидели ад и другие уровни Вселенной, как бы проходя в духовный мир. Это была тоже лила, игра. Испытание для Ю-Ти-4 было очередное. К играм это относится. Они заслужили ни ада, ни рая, там говорится, они другие. Они были не из этого мира вообще. Еще можно вопрос. Зачастую в нашем обществе, в обществе сознания Тишины, люди, которые более-менее устоялись в этом обществе, зачастую люди начинают друг друга хрестать вачнавским этикетом. Многих это отторгает, но многие это помогает. Вообще является ли это вачнавским поведением? Нет, это не вачнавский поведение. Вачнавский этикет не работает, если мы требуем его. Значит, подтверждение? Мы не имеем права требовать к себе вачнавского отношения. Мы имеем права требовать от себя это. Но к себе мы не имеем права требовать от сюда. Это не вачнавский этикет в этом случае. В Бхагадхиди Кришна побуждает Арджуну бояться позора. Он говорит, что его осудят, если он окажется сражаться. И в то же время, одновременно, призванные иногда, но бывает так, что призванные боятся, что его осудят, и он готовит очищаться постоянно, и это выглядит как какая-то навыка. Как это правильно понятие? Что это за анардха такая? Человек непрерывный готов постоянно защищаться, оправдываться, и боится, что у вас нет. Да, это анардха. Если мы защищаем себя, это анардха. Так и есть. Как вы думаете, что вас осуждают? Если вас осуждают, вы должны немедленно признать это, немедленно должны признать это и извиниться. А потом, когда дадут слово и готовы будут вас слушать, можете что-то еще объяснить, что не все так было. Это когда люди готовы уже будут после вашего познания слушать вас. Нельзя защищаться слепо только потому, что меня почему-то обвиняют или упрекают, или нападают. С чего начинается момент самоосознания себя? С чего начинается момент самоосознания себя? А самоосознание себя обычно начинается с того, что мы слышим о душе от чистых преданных или священных писаний с верой. А непосредственно он начинается с обнаружения в себе недостатков. Процесс самоосознания включает в себя также понимание своей материальной стороны. «А о сознании Бога?» Мы говорим «Душа, которая чистая, не занятная». Мы напитываемся этим слушанием, этим настроением. Потом смотрим, где-то душа. А там «Бог и не видит змей». Это самоосознание, начало. Начало. Но сначала милость должна быть. Потому что иначе, если мы сразу творим людям, мы не сможем ничего делать. Милость. Милость. Мы чувствуем, что мы душа по милости Гришна слушаем. И стоит им это счастье. Но постепенно мы будем более серьезным становиться. Еще более серьезным. Более адекватными. Более добрые становятся. Более добрые становятся. Более добрые становятся. По другим. Это самоосознание. Процесс самосознание. Бога мы можем понимать всегда, каждый день. Кришна не зависит от наших адаптов. Просто если вы свои круги читаете внимательно. В принципе, соблюдаясь внимательно, тоже мы всегда будем чувствовать, что Кришна равен. Всегда равен. Он не зависит. В этом наша удача, что мы в свою жизнь связываем с Кришной. А что такое жалкое несуществование? Это когда нам всех жалко? Когда вы задали вопрос, вылупались очень. Первое, что пришло в голову, в этом сравнении. Вы не похожи на того, кто ведет жалкое существование. Предны тоже. Хотя предны, они делают вид иногда, что у них такое жалкое существование. Могут тоже имитировать свое несчастье. Давайте немножко попить Киртон. Поговорить на чистоту. Потом еще принести просад. Все будут счастливы. Никакого жалкое существования. Предны не могут получить жалкое существование. Жалкое означает, что у человека нет никаких шансов. А он гордится еще. Жалкое существование. Достойное сожаление. И его глупость, его положение очень плохо. Ните Батха. Вот что это такое. Он вечно разловно. Открыть всё. Не знаю. Очень плохо.